Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Елена Демченко. У нас сегодня очередная встреча, посвященная продукции Wellness at Reflame. И как меня видно и слышно, и всем ли видно презентацию, пожалуйста, напишите. И мы с вами начнем. То есть, коктейль Natural Balance, наверное, самый любимый продукт у всех, кто с ним знаком, у всех, кто хотя бы однажды попробовал этот замечательный напиток. Но он не только вкусен, он не только создан из натуральных компонентов, и именно поэтому он и называется натуральный баланс, Natural Balance. Но еще он чрезвычайно полезен. И когда мы начинаем систематически, ежедневно пить коктейль по утру или еще дополнительно в течение дня, то спустя какой-то период времени мы получаем замечательные результаты. И вот очень часто меня на лекциях и так в жизни спрашивают, это почему мы получаем эти результаты. А чем этот коктейль отличается от других, которые есть на рынке. Вот сегодня мы с вами разберем, чем он отличается, насколько он превосходит любые другие коктейли, которые есть на сегодняшнем рынке, и почему мы с вами получаем такие замечательные результаты. И вот если посмотреть в основу, вот именно Natural Balance называется уникальной системой сбалансированного питания. Безусловно, в соединении с Wellness Pack, вот это самый оптимальный, самый удобный, самый универсальный вариант восполнения жизненно важных, необходимых веществ современному человеку, для того, чтобы он жил комфортно и счастливо, для того, чтобы он был здоров. И вот здесь, вот кроме того, что это полезно, еще раз вкусно и содержит все необходимые вещества, но вот мы знаем, что коктейль Natural Balance – это запатентованная формула, то есть это вот отличие от всех других коктейлей на рынке. И когда я стала анализировать в свое время, почему люди получают вот такие замечательные результаты, какие секреты есть в этой продукции, что вот мы не лечим болезни с вами, да, мы просто корректируем свое питание. Но питание, оно и обусловливает нашу жизнь. И если питание очень хорошее у нас, очень качественное, то вот и жизнь начинает меняться. И вот ответ на этот вопрос, почему она так работает, я нашла вот в этой книге «Елеса» или «Путешествие на родину Wellness». Я очень надеюсь, что эта книга есть у каждого из вас. У меня есть два экземпляра этой книги, ну вот на случай, если я кому-то дам почитать. И вот на 36-й странице стих Стэн, рассказывая как раз о продукции Natural Balance о коктейлях, написал следующую фразу, что вот когда он разрабатывал эту продукцию, для него было очень важно создать оптимальное питание для его тяжелобольных пациентов. И вот он так и пишет, «Для моих пациентов важно было дать только норму. Им нельзя было дать чего-то больше, а чего-то меньше. Для них это был вопрос жизни и смерти. И вот если вдуматься, то это вопрос жизни и смерти и качества нашей жизни для каждого из нас. Просто вот перед нами он не стоит так остро, как он стоял остро перед пациентами стика Стэна и перед ним. И вот может быть именно поэтому эта продукция безупречная совершенно. Вот когда перед человеком стоит какая-то сверхзадача, вот сверхзадача помочь спасти жизнь умирающим людям, у которых катастрофически нарушен был обмен веществ, вот восстановить этот обмен веществ. И вот Стэкстен, анализируя и опыт своей жизни, и разные книги, вот перечень книг у него там обозначен на последней странице, он пришел к выводу, что вот нужно дать эту норму. И тогда тело, запрограммированное на возвращение к норме, вопросы гомеостаза, мы с вами на вступительном вебинаре это рассматривали, оно сможет вернуться. И вот так стало и происходить. То есть действительно, вот как подобрать эту норму, насколько это сложно, сейчас вот дальше мы тоже с вами это рассмотрим. И именно поэтому исследования шли, как вы знаете, 8 лет целых подбирали тщательно состав, так, чтобы вот мы получили с порции этого коктейля норму, минимальную норму полезных питательных веществ. И в первую очередь это касается белка. И Wellness at Eryflame, Natural Balance, это та продукция, качеству которой можно доверять. И хотя мы часто говорим, что вот знак GMP, насколько это важно, и находятся скептики, которые говорят, что это, мол, не самое главное. Ну действительно, наверное, это не самое главное. Это просто качество производства. Это соответствие определенным стандартам, самым высоким стандартам качества производства. И поэтому не имеет значения, на каком заводе, в какой стране выпускается продукция по стандарту GMP. Она вся, безусловно, высокого качества, то есть невысокое качество производства, соответствие того, что указано на упаковке продукции, наличию, и тщательное соблюдение любой технологии. Ну вот о медико-биологической ценности скорее говорит вот этот верхний знак. Рекомендована Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. То есть это говорит о биологической ценности этой продукции, о том, насколько она способна давать результаты человеку после включения этого продукта в рацион питания. Следующий знак – это тоже сертификат качества, то есть соответствие мировым стандартам пищевой промышленности. И вот есть еще ряд сертификатов и ряд знаков. Вот это Казахстан отметил, тоже высокое качество этой продукции. И Украина в свое время у нас был знак, одобренный нашим институтом питания, украинским институтом питания. Это была единственная продукция, которая имела такой знак. И вот что делает эта продукция, вот показано тоже здесь. Норма веса. Вот мы часто, и чаще всего рекомендуем для снижения избыточного веса, но точно так же с помощью коктейля можно повысить недостающий вес. То есть коктейль работает как биологический метаболический корректор, то есть он восстанавливает обмен веществ. И, соответственно, лишний вес уходит, недостающий вес повышается, организм стремится к норме. Почему это получается? Потому что он содержит очень много протеина и клетчатки, мы сейчас поговорим о ценности каждого из компонентов. Он содержит медленные углеводы, это тоже влияет, и об этом мы сейчас поговорим. И в целом это действительно уникальная формула. Вот тщательно подобранная формула из наилучших натуральных продуктов. Сейчас мы это все с вами раскроем. То есть натуральные полезные ингредиенты. И все-таки Natural Balance у нас в первую очередь называется так, что это белковый коктейль. Мы так и говорим. Источник белка. То есть почему так важен источник белка в наше время? Ну давайте вспомним естествоиспытателя Фридриха Энгельса. Вот как естествоиспытателя. В своей книге «Диалектика природы» когда-то он написал фразу, которая известна каждому человеку, наверное, что жизнь – это способ существования белковых тел, важным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их природой. То есть вот все живое в нашем мире, на планете Земля – это белковые тела, жизнь. То есть и человек, и человеческий детеныш, и птицы, и рыбы, и животные, и растения, и цветы. То есть вся живая природа – вот это суть белковые тела в основе. И вот если мы начинаем это понимать, и ученые, углубляясь в этот вопрос, они установили, что вот все белки построены из 20 аминокислот. То есть вот любая жизнь. Вообще в природе существует гораздо большее количество аминокислот. Но вот алфавит нашего человеческого тела – это 20 аминокислот. Из них 8 незаменимых. И вот эти аминокислоты соединяются друг с другом в разном количестве, в разном соотношении, и формируют вот все наше человеческое тело. Они принимают причудливые формы, как показано вот справа. То есть есть простые соединения аминокислот, потом они определенным образом закручиваются, соединяются. То есть вот природа предусмотрела огромное количество комбинаций этих аминокислот, и поэтому огромное количество видов жизни на Земле. И вот давайте подумаем, а что же происходит, если к нам с питанием не попадают какие-то из этих 8 незаменимых аминокислот. Вот вспомним алфавит, и мы все набираем тексты. Вот есть буквы, которые точно незаменимы. Например, буква А. Вот если у вас будет западать на клавиатуре буква А или будет отсутствовать, легко ли вам будет набирать текст? А если будет не хватать нескольких букв, во что тогда превратится ваша работа по набору текста? Ну, мучения, страдания и набрать полноценный текст не получится. Либо придется совмещать как-то разные шрифты, и все равно это очень сложно. Но это текст, это мелочи жизни. А здесь это, собственно, человеческое тело. И вот сейчас мы с вами немножечко рассмотрим, а что же делают у нас белки в нашем теле, почему их называют протеинами. То есть протеин – это слово первый, первичный, то есть самый важный. Вот когда мы говорим, даже мы перечисляем по важности, мы никогда не говорим жиры, углеводы, белки. Мы всегда говорим белки, жиры и углеводы по степени важности. Конечно, самая важная функция, которая осуществляет белок в нашем теле, вот соединяя все аминокислоты в разном сочетании. Это пластическая функция. И вот если посмотреть на человеческую жизнь, то это получается вот с самого первого момента, вот с того момента, как яйцеклетка оплодотворяется, и начинает расти, развиваться человек. То есть вот очень важно для того, чтобы он сформировался правильно на всех этапах своего внутриутробного развития, и родился вот таким, каким его задумал Бог, мама должна получать полноценный белок. Вот весь период беременности. И очень важно еще до этого, потому что яйцеклетки у женщины, они одни на всю жизнь. Они вот закладываются в яичники новорожденной девочки. То есть девочка уже рождается с набором определенным. И дальше идет развитие. То есть вот все этапы развития нужен белок. И вот в дальнейшем, когда ребенок рождается, когда он развивается. И вот мы смотрим на женщину, но чаще всего женщины, носители красоты. Именно женская красота вдохновляет мужчин на подвиги, совершать открытия, расти, удивлять окружающий мир. И нас самих это побуждает, тоже красота. Вот Федор Михайлович Достоевский так и говорил, красота спасет мир. И вот когда мы смотрим на прекрасное лицо, вот на что мы обращаем внимание, в первую очередь состояние кожи. Состояние кожи, блеск глаз, волосы роскошные, ногти, руки. То есть вот внешняя красота. И вот пластическая функция белка, то есть если женщина получает белок в достаточном количестве, она и будет красива. Потому что кожа, волосы у нас получают питание по остаточному принципу. В первую очередь сомжаются жизненно важные органы. И вот значит, если человек внешне красив, то скорее всего он внутренне здоров. Вот почему и предлагается эта продукция как красота изнутри. То есть мы снабжаем наше тело, и это проявляется красотой внешней. То есть все клетки нашего тела, они построены с участием белка. И конечно вы понимаете, особенно зная внутрикомплекс, что вот волосы, например, они в основном строятся из двух аминокислот. Лизин и цистеин. То есть они нужны в большем количестве. А вот кожа, слизистые сердца, они строятся из другого сочетания аминокислот. Какая еще очень важная функция белка? Ну, наверное, в первую очередь ферментативная. То есть додумывались ли вы, как белок пищи становится человеческим телом? В процессе обмена веществ. То есть мы съедим, съедаем белковую пищу, всю пищу. И вот раскручиваются эти закрученные формулы сначала в нашем желудке. Потом вот пипсин, это фермент, он разрезает эти связи белковые в месте соединения определенных аминокислот, облегчая следующим ферментом на следующем этапе дальнейшее измельчение. Вот как это называется? До потери чужеродности. Весь белок, который мы едим, он чужеродный нам. Наше тело построено по другому принципу. Но оно построено из тех же аминокислот, из которых состоят вот и все белки пищи, которую мы едим. Самое важное, чтобы вот произошло разделение доэлементарных кирпичиков, до потери чужеродности. Вот часто очень говорят аллергия на белок. Вот аллергия на белок, потому что в организме не хватает белка, потому что ферменты это суть белки. И вот их около трех тысяч у нас. Благодаря им все реакции идут очень быстро. И, собственно говоря, вот благодаря этому и становятся вот эти аминокислоты, они в дальнейшем соединяются друг с другом заново в наших клетках. И вот так синтезируются все клетки нашего тела, потом ткани. Вот начинаем с пищи, потом становится мышечная ткань, безусловно, белковая, но и все остальные ткани тоже. Защитная функция белка. Вся наша иммунная система. Вот основа это белок. То есть синтез клеток, фагоцитоз, процесс. Илья Ильич Мечников когда-то открыл, что есть такие клетки, которые в буквальном смысле слова пожирают бактерии. Мало того, что они их пожирают, и вот клетки эти тоже созданы из белка, им нужны еще и ферменты, которые тоже состоят из белка, чтобы эти бактерии переварить. И вот каждая такая клеточка, вот когда мы заболеваем инфекционным процессом, она способна проглотить проглотить и переварить в себе там 20-30 вот этих бактерий. Есть даже такое маленькое видео, вы можете найти в Ютьюбе, там показано, как этот макрофаг гоняется за бактерией и съедает ее. Реакция антиген-антитела. Ну вот слово иммуноглобулины, гамма-глобулин, я думаю, знакомо всем. То есть вот наше тело, оно способно на любой возбудитель создавать оружие. То есть это называется иммуноглобулины или антитела. Вот здесь на этой фотографии, или на этом рисунке точнее, представлены иммуноглобулины Е, то есть то, что происходит при аллергии у нас. То есть тоже вот тело старается разбить их на части. И наше тело способно создавать миллионные комбинации этих антител. От любой респираторки, от любого гриппа, от того невероятного количества микроорганизмов, которые есть вокруг нас. Но это вещества белковой природы. И вот даже установлено, что если мы нормализуем белковое питание, то вот эти антитела, их выработка уже улучшается где-то через две недели. Вот начало поступления в наш организм полноценного белка. Вот теперь немножко понятнее, наверное, становится то, о чем многие говорят. Вот я ежедневно принимаю wellness. Вот я заметила, что в период гриппа и респираторок я почему-то не болею. Иммунные клетки срабатывают. Они получили полноценное питание, они работают. И вот даже защита от рака. Вот это уже фотография под увеличением. Вот это вот наши белые кровяные тельца, это раковая клетка. Есть даже такой мультик, мальчик и лимфоцит. Можно найти в Ютьюбе. И там детям объясняется, как работает защита наша естественная. Но для того, чтобы наша защитная армия, внутренняя работала, иммунная система, ее нужно очень хорошо кормить. В первую очередь полноценным белком. И вот лизоцим, который выделяют наши клетки слизистой. Вот вы иногда говорят, ну вот немножечко слизистая, отделяемая из носа, я вот wellness пью, и я не болею. Правильно? Потому что клетки слизистой выделяют этот лизоцим и губят, в нем тают эти микробы и погибают сразу. Лизоцим – это белок. И мы все знаем, когда температура 38, у нас вырабатывается интерферон. Вот поэтому не стоит иногда сбивать такую температуру. То есть тело само способно защитить себя. Но для этого его нужно очень хорошо кормить и в первую очередь белком. И вот когда дефицит белка, вот эти все функции начинают страдать. И иммунитет начинает страдать. И у белка есть еще целый ряд функций. То есть у нас нет задачи сейчас рассмотреть все, но вот самое важное – транспортное. Не только кислород переносится с помощью гемоглобина. Все вещества, которые поступают в наш организм. Почему Wellness Life Plus? Потому что любые вещества, и витамины, и минеральные вещества, они бродят по нашему телу только в соединении с белками. В основном это альбумин, но есть еще другие транспортные белки. Вот для железа – белок ферритин. Потом железо переходит в состав гемоглобина. То есть вот как почетный экскорт или полицейское сопровождение. Все токсические вещества только в связи с белком. Причем они соединяются с белком и уже не представляют угрозы. Ну вот как, например, белирубин связанный, он уже не токсичен для нервной системы новорожденного ребенка. Это вот как вы идете по улице и видите лицо бодницкой наружности, а рядом два полицейских. И вы понимаете, что этот человек вам вреда не принесет. Это транспортная функция. То есть насколько усваиваются витамины. Вот иногда человек говорит, я витамины пью, а у меня, извините, моча окрашивается. И вот витаминный запах приобретает. Но это потому, что в рационе питания не хватает белка. Нет связи. И естественно, вот все вещества, которые не связываются с белками, они транзитом выходят из нашего тела. Это очень важно знать. Чтобы в питании было достаточно белка. И чтобы мы дополнительно корректировали свой рацион питания с помощью Natural Balance, с помощью коктейлей. И вот на следующем вебинаре мы будем рассматривать еще супы. То есть обеспечить тело полноценным белком. И мы восстановим транспортную функцию до нормы. Регуляторная. То есть все гормоны, их бесконечное количество в нашем теле, не сосчитать, наверное, не перечислить, они регулируют все процессы. И вот именно гормональный фон, ну, например, мужские половые гормоны, женские половые гормоны определяют нашу сущность, наше поведение. Не только даже строение нашего тела, а то, как мы ведем себя, как мы думаем и так далее. Но вот у каждого вида гормонов своя задача. Вот гормоны, инсулин, он регулирует уровень сахара в крови. И жировой обмен, здесь вот немножечко показано, что он усиливает, что он уменьшает. То есть у него есть ряд своих функций, которые он должен четко выполнить. И вот способствовать в первую очередь расщеплению сахара, превращению его в гликоген. Вот мы съедаем сладкую пищу, и у нас выделяется инсулин. Вот посмотрите, здесь получается, если я не ошибаюсь, 51 молекула, 16 видов аминокислот. Если у нас не будет хватать 1-2 аминокислот, сможет ли тело синтезировать нормальную формулу гормона инсулина? Ну, наверное, нет. Вот почему у нас снижается уровень сахара и нормализуется. Сейчас дальше еще посмотрим, коктейль многопланово на это влияет, и вообще велнос влияет на это многопланово. Но в первую очередь вот смотрим в суть. Да, 51 аминокислота в определенном соотношении, дальше они должны закрутиться, и только тогда он будет работать. Но это один гормон, а у нас их сколько? То есть вот есть нормы белка, которые мы сейчас поговорим дальше, и тело должно их получать. Иначе какая-то функция будет нарушаться, а иногда и не одна функция. Ну, и наследственно, это, конечно, да, вот ДНК. То, что на нас похожи наши дети, на нас похожи наши внуки потом. Вот связь времен, продолжение рода, передача самых ценных качеств по роду. Это ДНК, это запись ДНК. ДНК это тоже вещество белковой природы. И можно еще говорить о двигательной функции, то есть белок миодин сокращается, мы способны ходить, передвигаться в пространстве. Об энергетической функции, еще о многих других. А можно сказать просто, что белки обеспечивают все жизненные процессы любого живого организма. Это природные органические соединения, которые обеспечивают все жизненные процессы. Часть из них мы с вами немножечко рассмотрели. И вот мы знаем, что есть ряд продуктов, богатых белком. И молочный белок мы знаем, есть животный белок, растительный, условно он делится так. И вот каковы же нормы белка в пище? Есть понятие в диетологии надежный уровень белка или физиологический белковый минимум. Но вот это в целом в день, то есть не менее 30-40 граммов в день, причем 15 граммов за счет незаменимых аминокислот. Если человеческий организм получает меньше белка, у него начинают распадаться ткани собственного тела. Но поскольку ткани собственного тела способны давать только заменимые аминокислоты, то неизбежно это ведет к различным заболеваниям, к различной патологии. Ну вот девочки, страдающие анорексией, всем известна эта патология, есть уровень, на котором можно остановить это заболевание, а есть уровень, когда уже восстановиться невозможно. То есть иногда они погибают от анорексии, хотя казалось бы, что здесь такого? Вроде бы это и не болезнь, а просто ребенок не ест. Девочки чаще всего этим страдают, молодые девушки. Но вот надежный уровень, минимальный, это 40 грамм в день. Есть оптимальный уровень белка, который отвечает и за нашу красоту, и за состояние кожи. И вот мышечный каркас, то, к чему стремятся в первую очередь мужчины, чтобы была стать, была красота тела, и женщины тоже. Для этого нужен оптимальный уровень белка. И вот для обычного человека, без сильных физических нагруз, это 1 грамм на килограмм массы тела. То есть вы можете каждый просчитать, сколько вам нужно белка для того, чтобы вы не только были здоровы, но еще и прекрасно выглядели. Пожилым людям, у которых распад больше, нужно 1,5 грамма. Деткам 1,5-2,5 грамма, даже говорят ряд источников сегодня. И вот беременным женщинам, и мужчинам, у которых тяжелый физический труд, это 2 грамма белка на килограмм массы тела. То есть мы в основном выстроены все из белка. Все функции, жизненные процессы у нас идут на основе белка. Поэтому его ни в коем случае нельзя ограничивать с одной стороны, а с другой стороны нужно качество этого белка. И вот на любом продукте написан его состав, по крайней мере минимальный, белки, жиры и углеводы. Вот если вы посмотрите, куриная грудка и количество белка в граммах на 100 граммов продуктов. Просто мне однажды встретилось возражение, когда кто-то, считающий себя особенно умным, говорит, ну подумаешь, ваш коктейль. Да там же всего 7,5 граммов белка в порции. Давайте посмотрим, как определяется ценность белкового продукта на 100 граммов продукта. Так вот у нас на 100 граммов продукта 41 грамм белка. То есть это очень ценный источник. На первый взгляд по количеству практически в два раза превосходящий все остальные наиболее полноценные источники белка. И вот это одна сторона дела – количество. Но количество – это еще не самое главное в белке оказывается. Очень важно – качество. И наверняка вы слышали такие фразы, что есть полноценный белок, что есть неполноценный. Ряд нелюбителей вегетарианства говорит, да все растительные белки, они неполноценные. Они не содержат всех незаменимых аминокислот. А сторонники вегетарианства наоборот говорят, нет, вот в растениях есть все незаменимые аминокислоты. Но, в общем-то, истина, как обычно, где-то посередине. То есть и животные белки содержат все незаменимые аминокислоты, и растительные тоже. Вопрос, в каком количестве, и самое главное, в каком соотношении. Вот если животный белок и молочные белки, они содержат практически всегда всю норму, и еще избыток определенных аминокислот, которые не могут усвоиться, разница в соотношении, то вот растительные белки, они обычно ограничены по одной из аминокислот, чаще всего по аминокислоте лизин. Вот ее гораздо меньше положенной нормы для нашего человеческого тела, и поэтому она не усваивается им. То есть все остальные аминокислоты, они усваиваются на том же уровне. Поэтому пшеница усваивается у нас на 56%, рис там на 69% и так далее. Не то соотношение. Вот не существует в природе продуктов, которые бы идеально подходили нашему человеческому телу. Хотя вот эти пропорции, они диетологам известны очень давно. Вот соотношение аминокислоты необходимое, то есть понятие идеального белка для человека. И вот смотрите, если мы с вами попытаемся, ну вот как-то, зная норму необходимую нам отдельных, незаменимых аминокислот, попытаемся как-то вот отдельно восполнить, да, обеспечить точнее себе их поступление. Ну вот смотрите сразу на последнюю колоночку. Вот 120 грамм курицы мы, конечно, в состоянии съесть, даже 130 грамм сыра. Ну вот что касается насчет остальных продуктов. И вообще вот следующий вопрос возникает. Может их можно как-то совместить, эти продукты, чтобы все получить, но ведь содержится, вот мы смотрим, курица, она богата и изолицином, и метионином, и лизином, да, то есть во многих, наверное, как-то можно их совместить. Но как их совместить? И в каком соотношении? А главное, как это дать нашему телу? И вот то, что советуют рекомендации диетологов, оптимальный вариант состава белка, это 30% молочного, 30% животного и 40% растительного. Ну вот приблизительно можете посмотреть на состав, на упаковке коктейля, да, и убедиться, что все-таки в процентном соотношении больше вот белка зеленого горошка. И вот здесь я написала данное исследование, это еще и 20-й век, середина 20-го века. Доктор Кеннон занимался этим исследованием и пришел к выводу, что вот эффективность синтеза различных белков значительно снижается, если вот разные белковые продукты поступают в организм в разные приемы пищи. Даже с разницей в один час. Вот тело оно не может ждать. Это строители дома могут подождать, пока подвезут все необходимые материалы. А тело строят из того, что есть под руками, пытаясь как-то что-то заменить. И вот даже при разнице в час, если вы с интервалом в час выпьете молоко, съедите яичницу, а потом салат с зеленым горошком, это уже будет не то. Если разрыва времени будет еще больше, еще в меньшей степени они усвоятся. Каждый по чуть-чуть. А вот когда они вместе, они усваиваются вот это сочетание, наилучшее процентное соотношение трех видов белка. Вот поэтому рекомендация до сих пор написана на коктейле, хотя мы знаем огромное количество разных вариантов, и с соками, и с молоком, и с кисломолочным. Ну как там написано? На прохладной воде. Так вот на прохладной воде, вот все белки, которые присутствуют в коктейле, усвоятся так легко и сразу. Вот Стику Стену и его команде удалось подобрать вот это соотношение натурального баланса, подходящее для нашего человеческого тела. Вот в чем особенная ценность. Не каждый отдельный белок в отдельности, хотя они ценные каждый сам по себе. А вот это уникальное сочетание, которое вот выражено в определенном процентном соотношении. И вот вы там можете прочитать, то есть сколько белка сыворотки, а сколько порошка, а сколько чего. Да, вот это соотношение подбиралось тщательно. Я уже не говорю о сложности производства, как это все делалось, да, и естественно из натуральных компонентов. И вот польза коктейля, в первую очередь, безусловно, вот по совершенному подбору трех видов белка, так, чтобы вот они восполняли все, ну, минимальную потребность нашего тела в незаменимых аминокислотах. Но кроме этого, стенд же разрабатывал полноценное питание для своих пациентов. То есть они находились в таком состоянии, что многих из них приходилось кормить через онт. Они не могли сами пить, то есть не двигаться, ничего. И вот нужно было дать и углеводы, и дать определенное количество жиров, причем полезных. Вот поэтому курочки кормились дняным семенем, добавляли им в питание астаксантин, по ряду источников это говорится. Да, и, то есть вот коктейль, он богат еще и другими нутриентами или полезными веществами, и углеводами, и клетчаткой, и витамином С, и вот в желтке омега-3. Тоже вот мы и раньше говорили, что если там нет омеги, но вот так или иначе, то есть если человек ее не принимает, но пьет коктейль, то немножечко ему все равно перепадает определенное количество. И вот второй момент по пользе. Я очень любила задавать эти вопросы на лекции, смотреть на реакцию зала. Вот сейчас каждый из вас сам себе ответьте. Вот едите ли вы ежедневно яйца? А как насчет молочного? Вот хотя бы там стакан кисломолочного, стакан сыворотки. А свеклу или буряк, это же наш исконный продукт, доступный по цене всем, как часто он в вашем рационе питания? А наши любимые яблоки? Вы каждый день едите хотя бы одно яблоко? Зеленый горошек, ну сейчас время, когда его можно есть, и шиповник, да? Вот и мы сами себе ответили, что далеко не всегда, вот народ обычно говорит, да, иногда бывает. Иногда не каждый день, но вот что-то я из этого ем. А все вместе? Нет, конечно. Вот как бы ответ на вопрос, после этого мы получаем результат, или это случайное совпадение? Конечно, это не случайное совпадение, вот такой питательный комплекс у нас. Немножечко сейчас рассмотрим отдельные моменты, но перед этим, то, что вы знаете, низкий гликемический индекс, вот почему он полезен всем. Сейчас буквально эпидемия идет, метаболического синдрома, нарушение углеводного обмена, это связано вот с ожирением, избыточным весом у человека, и повышенный уровень сахара в крови. Причем есть вот ряд ученых, которые говорят, да он почти у всех сегодня повышен, потому что избыток сахара в питании человека, и нормы все время повышают уровни. Раньше бы все люди считались уже больными с сахарным диабетом, и сейчас как бы на грани. И с чем это связано? Это связано с нашим питанием. Ну вот особенно если у человека стрессовая работа. Я вспоминаю себя, когда я работала в роддоме. После каждых родов, даже если они нормальные, ты идешь и пьешь чай с чем-то сладеньким, потому что был резкий выброс адреналина во время стресса, и соответственно выделение инсулина, и сахар крови снижался. И вот когда мы едим быстрые углеводы, у нас получается вот такая пила. То есть мы съели сладкое, резко поднялся сахар, тут же резко выделился инсулин, сахар этот переработали в гликоген, а если остался избыток, он перерабатывается в жир, по-другому вот в гликоген до определенной степени. Но и тут же происходит снижение, причем гораздо ниже нормы. Что мы ощущаем? Мы ощущаем голод и стараемся что-то снова съесть. Не потому что тело в этом нуждается, а потому что просто сахар снизился ниже определенного уровня. Мы опять съедаем, у нас снова поднимается высоко, и снова выделяется инсулин. При этом, вот говорят, истощается деятельность нашей поджелудочной, она в большом напряжении. И вот есть ряд людей, у которых это пила в течение всего дня. А вот когда мы с вами едим медленные углеводы и продукты с низким гликемическим индексом, вот у коктейля он очень низкий, гликемический индекс 28, у нас постепенно повышается уровень сахара в крови. И не очень высоко. И у нас нет чувства голода, есть чувство насыщения. И это чувство насыщения длится достаточно долго. То есть мы получаем, безусловно, порцию полезных всех питательных веществ, но это вот такой вот момент физиологии и патофизиологии. То есть нам есть не хочется, потому что у нас не скачет уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу. Вот это сравнимо глюкозу, мы быстрые сахара мы принимаем за 100. Ну, тоже картофельное пюре, тот же белый рис, тот же хлеб, и тем более все сладости, вот тоже та же самая пила. А здесь мы, выпивая коктейль, мы получаем удовольствие от вкуса, и вот сладкий вкус одновременно. И вот мы не едим лишнюю пищу балластную, просто потому что низкий гликемический индекс. Вот давайте подумаем, для кого это важно. Это важно, наверное, для каждого человека. И особенно это важно для тех людей, у которых уже есть некоторое увеличение сахара в крови. То есть это позволит не допустить развитие сахарного диабета. И нормализация процессов. Не едим больше пищи, мы естественным образом худеем. То есть почему говорится, что коктейль Natural Balance, вот в мире существует 29 тысяч методов снижения веса, эпидемия лишнего веса идет по земле. Все равно это единственный вариант терять избыточный вес без чувства голода, которое мучительно для человека. То есть когда обычно мы садимся на диету, вообще ничего не едим, нам постоянно хочется есть. А вот когда мы выпиваем коктейль Natural Balance, у нас держится очень комфортное состояние достаточно долго. Я думаю, вы многие в этом убедились. Ну и вот немножечко по составу. Вот яблоки, те самые яблоки, на которые мы не обращаем внимания, не едим их каждый день, которыми очень богата наша земля, наша страна. То есть очень много разных видов. И вот, к счастью, не все яблоки белые на разрезе. Очень многие из них все-таки выращиваются так, что начинают темнеть. Давайте посмотрим, что внутри наших яблок, на которые мы привыкли не обращать особого внимания. Насколько они богаты. И теми же минеральными веществами, и витаминами, и органическими различными кислотами, и так далее. И, конечно, клетчаткой. Вот яблоки еще как и источник клетчатки находятся в нашем коктейле. И вот мы обычно говорим, что если хочется похудеть, присаживайтесь на фруктовую диету. Но на одних яблоках будешь чувствовать себя голодным. А здесь стакан коктейля всего 65 калорий. Ровно столько же, сколько в одном зеленом яблоке. Но, тем не менее, это гораздо более полное насыщение нашего организма. Во всех смыслах и по всем параметрам. И немножечко по белкам давайте посмотрим. И по составу. Вот не полностью указан состав на коктейле, потому что не представляется возможным точно определить количество этих полезных питательных веществ. Поскольку это натуральная пища. Любой натуральный продукт, мы только приблизительно можем сказать, вот сколько в нем должно быть. Поэтому и не указывается составляющий. Но, тем не менее, они входят. Не только чистый протеин, вот белок молочной сыворотки. Но здесь содержится еще, во-первых, смотрим, чем богат. Белки альбумины и лактоальбумины. За что отвечают у нас эти белки? Транспортная функция. И обезвреживание токсинов. Помните, раньше людям давали молоко за вредность? И есть так ряд теорий, говорят, да вот оно обволакивает в желудке какие-то вещества, ничего подобного. Может, оно что-то, конечно, и обволакивает. Но давали не поэтому. Давали потому, что молоко богато альбуминами и лактоальбуминами. И вот человек выпивает его, молоко усваивается, а потом в крови оно способно обезвреживать токсические вещества. То есть вот эту очень серьезную функцию. И функцию транспортную, передвижение полезных витаминов, полезных минералов тоже оказывают белки альбумины. Естественно, они распадаются до мельчайших составляющих, до аминокислот. Но альбумин, он и есть альбумин. Заново, потом в печени синтезируется этот белок. И кроме этого, вот витамины, сочетание идеального кальция и фосфора, магний, который так нужен всем, и нам нужно добавлять магний, поскольку в ПЭКе его процентное соотношение меньше нормы. Это указано именно для того, чтобы мы знали это и могли восполнить из обычной пищи. Вот коктейль нам тоже помогает восполнять и норму кальция, и норму магния, так или иначе. Яйца считаются вообще совершенными по белку. Белок усваивается на 93,7%. Он тоже богат альбуминами. И вот он содержит все витамины, которые указаны здесь, в той или иной степени, но все эти витамины. И содержит гораздо больше минералов, чем вот здесь обозначено. То есть по некоторым данным, пусть в мельчайших дозах, но чуть ли не вся таблица Менделеева. И кроме этого, яичный желток, там же у нас белок входит в яичный, и порошок желтка, порошок яйца. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тоже входят в состав. То есть вот дополнение какое идет аккуратно. Ну, кстати, вот белок молочной сыворотки по отдельности усваивается даже лучше, чем белок яйца. Но вот вместе, в дополнении с зеленым горошком, происходит самое идеальное усвоение вот всех белков этих трех составляющих. И вот что бы то мне говорили по поводу горошка иногда, но это легко усвояемый белок очень высокого качества, очень полезный. То есть вот сейчас у нас есть возможность есть зеленый горошек, то есть кормите своих детей, ешьте его сами дополнительно, это очень и очень полезно. И он тоже, он богат, он содержит в себе все витамины группы В, очень важные и для нашего мозга, и для нашей красоты дополнения, и очень богат минеральными веществами. И калий, и марганец, и магний тот же, и цинк, и селенный, и медь, и молибден. Ну вот потихонечку все это добавляется, да, вот работает как хорошая дружная команда на зеленый горошек. И вот в сочетании с молоком, белком молочной сыворотки, и яичным получается оптимальное сочетание. Елена, зеленый горошек можно есть во всех видах, но мы едим его, к сожалению, только в консервированном и в салатах. А очень важно, конечно, вот и свежий гороховый суп, и вообще вот бобовый, это отличный источник белка, и чечевица, и соя. Но вот все-таки зеленый горошек, он более мягкий. Замороженный полезен, если вы сразу его потребляете в пищу. То есть можно и в таком виде. И вот нам эти знания, они даются действительно для того, чтобы мы дополняли свой рацион питания, и наше тело получало еще больше полезного. Ведь wellness – это у нас коррекция питания. То есть создатели, они надеются на то, что мы и само питание корректируем, верно? И вот наша любимая, привычная свекла, вот она тоже, смотрите, опять-таки, все витамины группы В. Низкий гликемический индекс у свеклы, у сахара свеклы. То есть вот почему и у коктейля в целом получается. То есть свекла, мы знаем, сладкая, но тоже с низким гликемическим индексом. Очень богата минеральными веществами и антиоксидантами. И вот если бы мы знали, что еще свекла у нас отвечает, и у мужчин, и у женщин за половую функцию, она богата вот бором, она богата определенными веществами, которые вот усиливают и либидо, половое влечение, и вообще осуществление репродуктивной функции. Ну, наверное, и кровенаполнение, и обеспечение кровообращения, то, наверное, вот она была бы у нас почаще в рационе питания. Ну, а так вот спасибо Стеку Стену и его команде, что хотя бы вот какое-то количество мы получаем в коктейле Natural Balance. То есть это наш продукт, отечественный, это наша земля его выращивает в первую очередь. Поэтому вот буряк, он должен быть в рационе питания ежедневно. Ну, это вот коротенько о составе. И, конечно, шиповник. Как часто вы пьете шиповник? Ну, только когда заболеваем. Вот у нас указано количество витамина С, потому что четко известно, сколько порошка шиповника добавлено. Но кроме витамина С, здесь и витамины А, и группы В, и Е, и пектиновые вещества, это те же, та же клетчатка, и каротиноиды, и вот минеральные вещества, та же медь, цинк, марганец и так далее. То есть вот здесь же у нас ходят составляющие продукта, а не просто отдельно выделенные витамины или что-то еще, то есть в составе. Плоды шиповника, они тоже чрезвычайно полезны. Вот каротиноиды, флавоноиды, они относятся к тем 24 классам полезных питательных веществ, которые мы можем получить с вами только из растений. Вот в коктейле мы получаем это из шиповника. И, наконец, вот та приятная сладость и приятный вкус у коктейля за счет сукролозы. Есть вот как бы иногда сомнения, иногда возражения, когда говорят сукролоза, она вот все-таки синтезированная, она может быть не очень полезна. Ну, давайте посмотрим на все, как есть. То есть она вырабатывается из сахара. Она слаще сахара в 600 раз. То есть все вот те сладкие напитки, которые мы с вами пьем, и мы знаем, сколько там чайных ложечек на один стакан, начиная от 6 до 12 ложек сахара. А у нас вообще норма в сутки 6 чайных ложек сахара. А здесь вот она добавлена, посмотрите, в каком количестве. Вот я специально поинтересовалась максимальной безопасной дозой, рекомендованной европейским сообществом. 15 миллиграмм на килограмм веса тела в день. Это максимальная безопасная доза. Выше ее, вот да, как любое средство. Все есть лекарство, все есть яд, дело в дозе. Говорил Парацельс. И смотрите, сколько у нас содержится в одной порции коктейлей. И насколько это далеко, да, от рекомендованной максимально безопасной дозы для человека. Поэтому вот совершенно безопасно наличие цукралозы, а приятный вкус и вот состояние сладости оно придает. И это то средство, которое вот одобрено и прошло экспертизу еще раз в Европейском научном комитете по продуктам питания. То есть все с очень высокой ответственностью делается. И, конечно, вот пищевые волокна, которые важны. Вот как-то кто-то так пожаловался. Вот я пью коктейль, а там на дне остается какой-то непонятный осадок. Вот вы знаете, когда мы начинаем понимать ценность того, что остается этот осадок и что входит в его состав, то, наверное, мы будем вот прям ложечкой этот осадок даже со стенок сошкребать и съедать. Потому что это пищевые волокна. И вот смотрите, насколько важны пищевые волокна, и тоже они у нас находятся в дефиците. Вот начиная с самого первого этапа работы нашего пищеварительного конвейера. То есть стимуляция слюноотделения. Наполнение желудка, потому что пищевые волокна, они вот когда мы их едим, они в небольшом размере, а внутри они увеличиваются многократно. Они вот способны поглощать очень хорошо воду. То есть они наполняют желудок, создают эффект насыщения. И нам меньше хочется есть еще и поэтому. Вот многофакторность действий. Они увеличивают выделение желчи. А давайте вспомним, что у нас вот мы до приема пищи пьем с вами коктейль, а во время или после приема пищи сразу выпиваем wellness pack. И мы с вами говорили о том, что астаксантин и омега жирорастворимы. То есть они вот расщепляются и перевариваются ферментами только после того, как желчные кислоты разбивают их на мельчайшие капельки. Так вот коктейль, он способствует, клетчатка коктейля способствует увеличению желчьи отделения. И попутно вот эффекты, да, это еще профилактика желчекаменной болезни. Ну и далее, когда вот он попадает, попадают волокна в кишечник. Это усиление перистальтики, это связывание выведения тех же желчных кислот, которые иногда выделяются с избытком, и токсических веществ. То есть вот то, что не связали белки, в нашем кишечнике связывает клетчатка и нейтрализует. И очень важный момент. Вот наша полезная микрофлора, питательная микрофлора, наши друзья, наши защитники, они питаются только клетчаткой. Вот раньше одно время очищали все, рафинированные продукты, а потом стало ясно, что вот мы же теряем своих защитников. Более того, если вот у нас нормальная эта микрофлора, то есть если мы не пьем с вами антибиотики, не губим ее, если мы не испытываем ежедневно по несколько стрессов, то у нас с ней должно быть все нормально. Но питается она только клетчаткой. И второй момент. Если вот после происходит дисбиоз, дисбактериоз, то, конечно, можно заместительную терапию назначают доктора, там, линекс, лородофилус, очень много разных видов. Но вот у нас состав нормальной микрофлоры у каждого человека, он индивидуален, как пальцевый узор. Поэтому чужая микрофлора не очень переживается. Нужно непременно подкормить свою. А подкормить свою мы можем только клетчаткой. И вот когда у нас все хорошо с микрофлорой, то она вырабатывает и витамины группы В, и витамин К, и там синтезирует еще кое-чего очень полезного и нужного. То есть она вот восполняет то, что мы иногда с вами не съели с пищей обычной. Но это только в том случае, если вот мы ее кормим, если мы правильно с вами питаемся и даем нашему телу все, что ему нужно. То есть вот косвенно идет еще улучшение работы иммунной системы. Поскольку нормальная микрофлора не дает прижиться ни гнилостной, ни инфекционной. Там вот своя жизнь происходит. И вообще нормальная микрофлора играет колоссальную роль в нашей жизни. Но вот если количество клеток полезных микробов у нас больше, чем количество клеток тела, то есть над чем задуматься. И в первую очередь над тем, чтобы вот эту микрофлору вовремя подкармливать, в том числе клетчаткой. Поэтому чем больше в нашем рационе питания фруктов и овощей, тем больше наше тело и тело наших детей получает клетчатки. И в коктейли. То есть я теперь надеюсь, что не будет никто сетовать на осадок, а будет радоваться. Потому что это как раз вот та клетчатка для улучшения состояния здоровья. Ну и вот каковы же результаты приема Natural Balance основные? Безусловно, огромное количество людей получает нормализацию веса. И поскольку все-таки людей у нас с избыточным весом гораздо больше, то вот и результаты эти впечатляют и радуют. Но смотрите, в рамках низкокалорийной диеты, и это позволяет делать то, что у нас великолепное чувство насыщения от коктейля. И при регулярных тренировках образ жизни в стиле Wellness подразумевает не только прием продукции, но еще вот здоровые привычки, отношения к себе. Вот компания, она очень активно пропагандирует весь этот комплекс. Мы это видим по всем примерам, и вы сами являетесь проводниками в жизнь, вот именно образ жизни в стиле Wellness. А продукция, конечно, она очень хорошо помогает. И вот результаты, да, результаты те, которые опубликованы, и те результаты, которые известны вам. Ну, смотрите, то есть тело не может терять вес по 10-15 килограмм в течение месяца. Если оно потеряет вес в таких количествах, начнутся проблемы со здоровьем. То есть даже при операции не могут удалять вот очень много жировой ткани. Это все очень чревато последствиями трагическими. Поэтому вот постепенно уменьшается процесс жира, постепенно уменьшается вес, но вот и немножечко так вот, да, скачкообразно, как показано. То есть раз чуть-чуть вот идет изменение, но непременно идет каждый раз нормализация веса. Поэтому при систематическом приеме, естественно, лишний вес уходит. И что возвращается? Здоровье и красота. Ну, здоровье потому, что белков становится достаточно для того, чтобы обеспечить все многочисленные функции белка, которые он делает в нашем теле. И построение всех клеток такими, какими они должны быть. Вот я все время вспоминаю Марину Цветаеву. Любить человека – это видеть его таким, каким задумал Бог. И не осуществили родители. То есть мы говорили с вами на первом вебинаре о том, что когда расшифровали геном человека, потом исследовали, исследователи пришли в шок от того, что 80% живущих на земле не реализуют свой генетический потенциал. В первую очередь из-за дефицита факторов питания. Поэтому вот наша с вами задача – обеспечить себя и наших деток полноценным белком. Очень здорово, что есть такая возможность у нас. И это позволяет нам быть и здоровыми, и красивыми. И вот нормальный вес, снижение веса избыточного, оно радует каждую женщину. И одновременно те, у которых очень низкий вес, могут восполнить дефицит этого веса. Вот я сейчас вспомнила случай из Белой Церкви. Есть там доктор Артем Полонский. Он рассказывал о девочке, маленькой девочке Маше. Маша родилась в дисплазии тазобедренных суставов. Но как-то вот доктора не заметили это. И заметили четко тогда, когда пришлось ребенку накладывать гипс на ножки, чтобы вот как-то в дальнейшем она смогла нормально ходить. Но это был немножечко перебор. Нельзя было накладывать гипс ребенку так надолго. И когда гипс сняли, мышцы ног атрофировались практически. В частности, мышцы голени. И вот Маша не могла понять, зачем человеку ножки. Потому что она не могла на них встать. И там, конечно, было комплексное лечение, как говорил Артем. И витамины, и питание. Но самое главное, родители добавили коктейль Natural Balance ребенку этому. Причем она съедала не одну порцию в день. И вот наступил момент, когда общими усилиями Маша пошла. И поняла, для чего человеку даны ноги. То есть даже вот отдельный такой случай. Он и радует, и восхищает, и дает надежду. Во многих очень случаях дает надежду действительно быть здоровыми и красивыми. И помочь в этом нашим детям и всем окружающим нас людям. Ну и что хочется сказать, что вот начинайте день с wellness-завтрака. Так как вот рекомендует компания, так как рекомендуете вы друг другу. Потому что вот именно wellness-завтрак подарит вам заряд энергии, чувство насыщения. Наслаждение прекрасным вкусом. А вот наслаждение вкусом пищи – это одно из величайших удовольствий, которое дано человеку. И поможет контролировать вам вес. То есть вот завтрак должен быть углеводным в первую очередь. Но благодаря коктейлю wellness, он у нас получается углеводно-белковый. С низким гликемическим индексом. Когда мы едим кашу с фруктами и вот до завтрака выпиваем коктейль после завтрака wellness-пэк. Вот с утра наше тело получает вот тот самый важный, универсальный набор всех полезных питательных веществ. Ему есть на чем работать днем. Ему есть из чего строить потом клетки своего тела и вот вырабатывать все необходимые вещества для того, чтобы регулировать все процессы. Мы не можем вмешаться в эти процессы. Когда мы вмешиваемся в них с помощью лекарств, приходится лечить болезни. Это совсем другие процессы. И они не возвращают нам здоровье. А вот наша с вами задача – помочь нашему телу энергично, плодотворно и замечательно работать. Чтобы мы чувствовали себя здоровыми, бодрыми, счастливыми и жили долго и счастливо. И мы, и наши дети. Да. Хорошо, когда все истории заканчиваются радостным. Спасибо, Любовь. Я озвучу. Спасибо, Любовь. Очень рада вас видеть здесь. Помог сыну набрать вес плюс 17 килограмм после сложной операции. Спасибо, Нинель. Как приятно видеть людей, которых знаешь. Насчет аллергии. Вот смотрите, пожалуйста. Кто такое витамины? Мы с вами разбирали. Это жизненно важные вещества. Как они были открыты? Они открыты были таким образом, что узнали, если этих веществ не поступает в организм, человек умирает. Но вот если это вещества, без которых тело жить не может, как на него может быть аллергия? Тут нужно разбираться с чем-то еще. И вот говорят иногда на какие-то составляющие, но мы знаем, здесь безупречное качество. Здесь вот эта продукция очищена от всего, что может вызывать аллергию. И поэтому не может быть на детские витамины аллергии. Нужно искать и разбираться, с чем это связано. Ну вот мамочка одна тоже написала. Витамины и омегу. Пью неделю, а вот 5 дней назад, правда, ребенок съел 2 нектарина. Но вот я думаю, может приостановить витамины с омегой. Но витамины с омегой тут при чем? Причем этой маме грамотный аллерголог прописал, то есть сказал, да, омегу-3 ребенку нужно давать. Ну смотрите, вот по всем нормам даже наших стран, витамины нам нужно давать с 3-х летнего возраста. И до 3-х лет кормить ребенка груди. Что касается коктейлей, я могу сказать то, что я слышала в записи, но из уст стика стена. Потому что там возникали вопросы, там, трехмесячным давать, трехмесячному ребенку давать коктейль. То есть ни в коем случае, ни в коем случае не заменять питание ребенка грудного коктейлем. Иначе он бы, он не сертифицирован как детская смесь. Это он для нас с вами подходит, как молоко для грудного ребенка идеально. Мы вот стикстен действительно по совету со своими детьми, педиатрами, давал в качестве одного прикорма своим деткам, то есть своим внукам. То есть слышала из его уст, могу дать ссылку, если кто-то хочет. В принципе, с года можно давать и нужно давать. Потому что вот с обычным питанием дети не получают у нас полноценный белок. То есть он как бы и не рекомендуется, да, нет таких данных, да, но и, к счастью, вот когда-то у нас была на коктейле надпись детям беременным кормящим противопоказана. Перечитайте сейчас. К счастью, этой надписи нет и не может быть, поскольку деткам тоже нужен полноценный белок еще больше, чем нам с вами. Но все в свое время. В свое время нужно давать. Детские витамины не подходят по форме выпуска. Мы не можем давать детям в виде таблеток. И это очень серьезно, это общие мировые нормы. Вот поэтому как бы в виде таблеток детям до трех лет не дается. Ну почему же нельзя онкобольным давать? Вот тоже смотрите, есть очень хорошее видео, где стикстен выступает по поводу того, что можно или нет онкобольным. Вот есть видео еще профессора Оля Алексеевна Громова, у нее сейчас несколько видео, посвященные витаминам и раку. Ну потому что в мире идет вот целая какая-то, ну как по ее словам, не по моим, истерия по поводу витаминов при онкологии. Давайте логически рассуждать. Химия убивает раковые клетки, а wellness у нас питание. Полноценное питание. Нужно кормить онкологических больных? Конечно нужно. И чем лучше питание мы им дадим, тем больше мы дадим возможность телу восстанавливаться. То есть wellness не лечит ни рак, ни что другое. Лечат доктора. А наша задача дать питание. Ну вот как даже в периоды бедствия говорили, вот чтобы человек выздоровел от пневмонии, обеспечите питание, сливочное масло, яйца и так далее. То есть питание определяет здоровье, питание определяет восстановление. Ну вот, спасибо. Кто написал за то, что принимаете. У меня самая первая лекция была, когда говорили. Да, wellness и все. И тело будет регулировать себя. Очень рада. Вы знаете, сейчас все больше людей, и к счастью, все больше медиков к этому склоняются. И вот что очень приятно, то, что вот наш Украинский институт питания, поскольку я знакома с Олегом Витальевичем Швецом, и работала по программе «Здоровое питание, здоровье нации», с Владиславом Сластиным, вы знаете, это отдел гигиены питания. То есть они тоже очень высоко ценят wellness от Арифлейм продукцию. И вот даже говорят, что компания Арифлейм предлагает своим потребителям не просто суперпродукт, а стиль жизни. Вот чем я вас и поздравляю, что вы работаете в замечательной компании. И вот для нашей страны состояние здоровья каждого из нас, каждой семьи, каждого человека крайне важно. И сегодня речь идет о том, что вот в мире дефицит белка. Мы в следующий раз будем говорить о супах natural balance, об их достоинствах и о протеиновом комплексе. Ну посмотрите на рекомендации к протеиновому комплексу. Две-три порции в день. Что сейчас происходит с беременными? У них не только зубы летят, у них волосы летят от дефицита белка. И очень важно, чтобы человек получал полноценный, именно полноценный белок по незаменимым аминокислотам. Поэтому поддерживаем и несем в массы. Не стесняемся, не сдерживаемся. Вот особенно насчет коктейля. Даже вот институт питания и все инстанции пошли навстречу. И вот спасибо всем и лидерам, и институту. Нет этой надписи, что противопоказано детям, беременным и кормящим. Это наилучший вариант питания. Спасибо. Это действительно очень важно для всех. Поэтому вот спасибо Эрифлейму Украины, что тоже дали мне возможность поделиться этой информацией с вами. Да, вот Елена Василенко, папе 92 года, с удовольствием. Работает в любом возрасте. То есть тело в любом возрасте хочет жить. Дайте его, накормите его хорошо. Ну, Нинель, давайте как-то вот. Во-первых, ссылку на стика стена вы можете найти, но там обязательно нужно слушать. Поскольку вот там в тексте написано, там идет надпись перевода, она не совсем точная. Поэтому я специально слушала, что с шести месяцев. Ну, смотрите, если мама кормит грудью, ну, не надо вот. Пусть кормит грудью и сама пьет wellness. А вот с года это уже будет более так. То есть не надо никаких попыток улучшения улучшить материнское молоко. Вы знаете, ролики совершенно разные есть в ютьюбе. Я всегда говорю, давайте вот доверять мнению создателей и доверять тем людям, которые дают достоверную информацию. Вот к ним к счастью относятся институты питания, представители институтов питания. Вот все создатели продукции. То есть вот есть огромное количество видео, спасибо тем, кто всем, кто был в Игилёсе и записывал это, от производителей. В первую очередь обращаемся к методическому руководству, к той информации, которая есть на сайте, к той информации, которая есть из уст создателей. То есть вот это 100% достоверная информация. А потом уже слушаем то, что там кто-то где-то. Очень сложно сориентироваться, насколько кто-то говорит правду или нет. Не так много имен, которым можно доверять на 100%. Я тоже вот только достоверную информацию стараюсь передавать, всегда ее выбираю. Это очень важно, это очень ответственно. Спасибо вам за внимание. То есть если еще есть вопросы, то я отвечу. У нас еще есть даже вот там пару минут с вами. Я не могу сказать, меняется ли гликемический индекс уваренной свеклы, но в основном мы в вареном виде ее едим. Ну запеките, это будет еще более полезно. То есть кроме винегрета, который очень полезен, есть разные вот варианты приготовления свеклы. И вам. Любовь и благодарность за вашу деятельность. То есть несем это, делимся дальше, запись к вам доступна. Нет, ну конечно не совсем достаточно омеги, Виктория в коктейле. Важно же дополнять, у нас же поэтому омега идет дополнительно. Просто в том случае, когда вот человек, допустим, после операции, вот как только хирург разрешает кормить, вот несите ему состав коктейля, показываете, обычно они это приветствуют. И вот хоть немножечко, но оно будет в зависимости от объема операции идти в восполнение. Конечно нужно дополнять. Волнаспек, у нас же волнаслайф плюс, что включает? Волнаспек и коктейль. Вот минимальная вам норма. И плюс питание. Якимчук Анжелика. У мамы в 72 года отмирают клетки головного мозга. Они у нас у всех отмирают. Но вот когда мы учимся, у нас нейроны растут. И поэтому маме важно тоже не только коктейль, а маме желательно вот в такой ситуации, когда там атеросклероз, наверное, да, вот что доктора говорят вам. То есть лечимся там, а питание, да, конечно коктейль и волнаспек тоже маме нужно. Как питание. Если доктор порекомендует омеги больше, то вот добавьте детскую омегу. Скорее всего порекомендует. Но все-таки, поскольку обычно назначают там разное лечение, ну лучше обращаться всегда к лечащему врачу. Мы не можем заочно вот чего-то рекомендовать по лечению, отмене, замене и так далее. Берем, несем аннотацию, упаковки и книгу Стика Стэна, вот эту. Да? И тогда с доктором проще говорить. То есть коктейль само собой, конечно, нужно. Можно вечером, особенно если есть хочется. Можно вечером. Можно три раза в день. У меня сын как-то эксперименты проводил три-пять раз в день. Через неделю сказал, мама, мне не хочется есть мясо. Я говорю, ну конечно, твое тело получило такой высококачественный белок и в таком количестве. Ну конечно, зачем ему мясо? Поэтому да, это вот как раз лучший вариант. Не насиловать себя, если вечером есть хочется, а выпить коктейль. Но лучше на воде. Ну хорошо. До следующей встречи. Мы будем с вами говорить о супах и о продукции протеиновый комплекс. Это где-то будет у нас через три недели. Я думаю, да, это вам известно. И за это время я надеюсь, что вы порекомендуете коктейли. Ведь смотрите, о чем мы еще не сказали. Это прекрасное питание всем людям, которые ездят в командировки, которые работают сутками. Когда вот те же по суткам работают доктора многие. Когда нет учителя, воспитателей. Когда нет времени готовить пищу. Здесь одна минута и готов коктейль. Вплоть до того, что берем с собой сухой коктейль в шейкере и там пакетик с молоком или соком каким-то. И в крайнем случае с водой. То есть подумайте, вот кто из окружающих вас людей вот настолько занят по работе, что ему некогда нормально перекусить. И порекомендуйте ему коктейль. Это же еще и вкусно. Обязательно угостите. Вот я вспоминаю, как я приезжала еще один момент. Я въехала вечером, ровно приезжаю. Ночь, жара, июль. То есть ночь от 32 градуса. И первое, что я сделала, я купила холодный яблочный виноградный сок. Потому что коктейль был с собой. А днем на дегустации меня угостили. Дали попробовать коктейль с яблочным виноградным соком. И вот я хотела не просто подпитать себя, а получить еще раз вот это удовольствие от...